Научно-производственное объединение Южно-региональный центр протезирования ортопедии, завеститель директора. Начальник правоуправления администрации Крымского района. Начальник отдела правового обеспечения Центра информационного сопровождения. Люди из абсолютно разных профессий с противоположными взглядами и уникальным опытом. Самые амбициозные, заряженные на результат. Сто финалистов прошли все отборочные испытания регионального конкурса управленцев «Лидеры Кубани». На каждое кресло в этом зале претендовало 53 человека. На участие было подано 5366 заявок. Сегодня же стали известны имена лауреатов и победителей. Их лично поздравил губернатор края. Долго праздновать победу не пришлось. Сразу началось пленарное заседание. Среди спикеров глава региона, председатель законодательного собрания края, наставники и эксперты конкурса. Настоящие профессионалы знают, почивать на лаврах сегодня значит проиграть завтра. Что важно в этом конкурсе? Для меня в этом конкурсе важна возможность, возможность молодых людей заявить о своих амбициях, здоровых амбициях. А потом посредством победы в этом конкурсе реализовать вот эти самые амбиции. Это самое важное. Самое важное, что власть должна сегодня сделать для этих талантливых, одаренных, неугомонных, пока молодых созидателей. Вот что должна сделать власти. В том числе конкурс лидеры Кубани дает эту возможность и молодым людям, и самой власти. Нарастить кадровый потенциал и максимально потом решать проблемы, а их не допускать. Ну а в целом, коллеги, я всех хочу поздравить и друзья с началом форума, пожелать превратиться из победителей конкурса лидеры Кубани в настоящих лидеров Кубани. Каждый, кто подал заявку, имел возможность заявить о себе, испытать себя. Я уверен, тот опыт, который получен участниками на этапах проекта, обязательно пригодится им в будущем. Победители и лауреаты, это 25 человек, войдут в кадровый резерв Краснодарского края. Конкуренция между финалистами закончилась, но началась за них. К молодым управленцам уже активно присматриваются опытные руководители районов и городов Кубани. На муниципальной и государственной службах взят курс на обновление кадрового состава. Сегодня, если ты хочешь пробиться, пожалуйста, тебе никто не мешает, заявляйся, показывай, что ты лучший. И безусловно, для нас подготовленные специалисты, это, наверное, основа того, что перспектива местного самоуправления будет реализована. У нас сегодня нужны различные специалисты и в отделе имущественных отношений, и в отделе экономики. Все направления нуждаются в молодых кадрах, потому что идет цифровизация, идет управление проектами. Мы много берем сейчас из бизнес-управления, поэтому, конечно, здесь уже дорога молодым. Во время отборочных этапов у кандидатов проверяли не только лидерские навыки, но и способность работать в команде. Организаторы признаются, специально погружали участников в стресс. В ограниченное время им необходимо было разобраться с реальными ситуациями, с которыми руководители разного уровня сталкиваются в повседневной жизни. И без ошибок в таких делах не обойтись, об этом знает любой настоящий управленец. Поэтому важно не сломаться, когда тяжело. Во время дискуссии Вениамину Кондратьеву задали вопрос, а ошибался ли когда-то губернатор. И во власти люди, и главы районов люди, и губернатор тоже человек. И мои коллеги, вице-губернаторы тоже, руководитель департамента, министерства, тоже люди. Они, конечно, могут и ошибаться. И вот здесь важно, это, наверное, самое главное, для любого должностного лица, и неважно во власти, либо в бизнесе, уметь признать свою ошибку, уметь быстро ее признать и исправить. Вот что еще и важно. Чтобы амбиции задвинуть, а здравый смысл, желание максимально выйти на результат, важнее и выше всех собственных личных амбиций, выше. И вот здесь надо в себе вот это качество, если даже его нет, то создать. Потому что результат, он превыше собственных твоих амбиций. Работа на результат и общее благо, а не личная выгода – вот что обязано быть на первом месте у настоящего руководителя. Исходя из этих принципов, финалисты лидеров Кубани должны ответить себе на вопрос, готовы ли они идти на работу в органы государственной власти. Завершившийся конкурс – это не розовые очки для победителя, обращается к ним губернатор, а трезвая оценка собственных возможностей. Ведь от принятых решений зависит жизнь огромного количества людей. «Многие говорят – социальный лифт. Вот, друзья, я против лифтов. Против. Как это так? С первого на десятый. А как же ступени? Нужно же пройти, нужно же закалиться, а как без этого? Раз и приехал. А что ты умеешь? Что ты знаешь? Что ты прошел? Какая школа у тебя запрещает? Я сторонник не лифтов, на самом деле. Я сторонник, на самом деле, жизненного такого пути. Ступенечка, 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 ступенечка. Тогда, да, тогда на самом деле, кто дойдет до десятого – это лидер, это руководитель, это хозяин. Это тот, кто может принимать решения. Принимать решения и нести ответственность за жизнь, судьбу и благополучие других людей. Вот что такое лидер. Как пример человека, поднявшегося по карьерной лестнице, а не взметнувшегося в один миг ввысь на социальном лифте, нынешний глава Денского района. Евгений Пергун должность занял после победы в прошлогоднем конкурсе. До этого молодой управленец был мэром Кореновска. Как оказалось, лидеры Кубани – максимально прозрачное мероприятие, попасть на которое по знакомству не получится. Такие конкурсы, такие возможности, которые помогают, по большому счету, любому руководителю низшего звена проявить себя и, по большому счету, попасть в кадровый резерв на очень серьезные вакансии, серьезные должности, ответственные. Я думаю, тут уже излишни какие-то комментарии. Мы видим, что это на практике работает. Новоявленные победители регионального конкурса управленцев уже готовы реализовать собственные проекты, даже если не устроятся на госслужбу. В качестве приза они получили по 500 тысяч рублей на собственное обучение по международной программе MBA. Проект лидера Кубани уже начал менять саму практику кадрового отбора в регионе.